Чё, готово что ли? Так, друзья, всем привет! Давно ничего я не снимал. Попытаюсь исправиться. Как что произошло за это время, попытаюсь вам рассказать, какие изменения есть. Ситуация, в общем-то, довольно-таки интересная. Я думаю, я сейчас вам её расскажу и покажу, почему именно мы здесь собрались и для чего. Ну, первостепенно начнём с того, что я снимал много про снегоход. И так как это было в деревне, это было далеко, приходилось постоянно ездить туда, приезжать сюда. И приходилось туда редко ездить, так как мы примерно раз в месяц ездили, то съёмки получались очень плохие, и мне это не очень нравилось. Сейчас всё изменилось. Изменилось это с тем, что я снегоход в итоге продал. Немножко я этим фактом расстроен, немного я доволен. Ну, в связи с тем, что получается это так, что я продал снегоход, но когда что-то теряешь, что-то приобретаешь. Итак, здесь мы сегодня собрались, потому что я хотел вам показать, что я купил гараж. Вот этот гараж я купил. Гараж теперь мой. Теперь он находится в черте города Самара. Теперь можно снимать видео чаще. Я надеюсь, что я исправлюсь и буду снимать видео чаще. В этом гараже многое, что будет происходить. Есть большие планы на проекты, проекты, связанные с техникой. В принципе, как я на канале и снимал, так всё и будет продолжаться. То, что, возможно, снегоходная тематика в какой-то момент уйдёт пока, а там дальше будет видно. Но пока что сейчас акцент будет ставиться на планах такой, что будет сниматься про мотоциклы, также про машины. И канал должен быть довольно-таки активный. И спасибо вам, что вы остаётесь у меня на канале. Там кто-то подписывается, кто-то не отписывается. Поэтому сейчас всё заиграет новыми красками. Но хотел бы сейчас показать вам этот гараж вкратце. Как видите, я ещё здесь был только два раза. Приезжал, смотрел. Договаривались с продавцом. Покупал его. А теперь я приехал в выходной день. Здесь ещё довольно-таки много работы. Здесь нужно работать и работать. Потому что ещё здесь нет электричества. На этом объекте нет отопления. То есть нужно делать, проводить. И я думаю, вместе с вами всё это сделаем. Буду снимать, как я его утепляю. Как ставим печку. Как печку какую будем делать печку. Поэтому, блин, я просто... Я очень доволен. Честно, я очень рад. Потому что я наконец-то сейчас смогу осуществить то, что я давно хотел. Я давно хотел снимать именно в городе. Потому что невозможно ездить в деревню. Очень всё это неудобно. И по деньгам много стоит. Поэтому сейчас... Надеюсь, что всё изменится. Повторюсь. И всё будет классно. Я очень доволен покупкой гаража. В проекте я буду участвовать не один. В проекте будет задействован брат моей жены. Мы будем совместно всё это делать. Он технику любит. Технически он подкован. Поэтому всё теперь будет не только на мои одни плечи ложиться. А будем совместно снимать видео. Я вам его представлю попозже. Потому что сейчас не получилось мне его забрать. Сейчас выходной. А он спит. Вкратце расскажу про снегоход. Какая его судьба. Снегоход снять не получилось. Факт его продажи. Там история была такая, что... Довольно-таки быстро его забрал мужик. Но он приехал в Сызрани. И я был в Самаре. Он говорит, я хочу приехать купить. И я прям буквально в обед сорвался. Съездил в деревню. Продал его. И назад приехал в Самару. Так как я работаю. Нет возможности уезжать там надолго. Снегоход в принципе всё довольно-таки просто. Снегоход выставился на продажу. Ушёл. И в общем-то с этой помощью. И был куплен в дальнейшем гараж. Который будет теперь мне помогать заниматься контентом с каналом и съёмками. Теперь гараж в деревне пустует. Снегохода там нет. Но я надеюсь, он будет служить новому хозяину. Ну а в какой-то момент, я думаю, мы ещё приобретём снегоход в дальнейшем. Будем смотреть. Возможно, купим какой-нибудь старый снегоход разваленный. Его восстановить, собрать. И будет у нас опять новый снегоход. Давайте я немного сейчас отключусь. И покажу то, что здесь. Я ещё сейчас приехал с утра, немножко почистил снега. И сейчас покажу вам в принципе внутри гараж. Как там и что устроено. Я настолько доволен и рад. И блин, интересно снимать. Охота поделиться с вами новостью, что этот гараж находится прямо в Самаре. Находится он рядом со мной, буквально от моего адреса, где я живу, ехать буквально 10 минут. Вот я сейчас проехал в субботу сюда. Прям, блин, так шикарно. Поэтому я очень рад. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот я начал здесь немножко чистить снег. Вот дорога здесь проходит. Вот все гаражи. Вот я начал чистить снег. Нужно снег здесь почистить. Вот это вообще всю территорию я сейчас хочу вычистить. И чтобы было удобно ставить машину, разворачиваться здесь. Потому что вот она у меня здесь так вот сейчас стоит. Я её поставил сбоку. Нужно заниматься светом. Вот с этого столба мы проведём свет. Сейчас, конечно, это очень дорого, блин. Насколько я знаю. Прям так скажем, очень дорого. Но посмотрим, как это всё будет проходить. Ну ладно, уж раз пошли на это, то я, в принципе, готов был к тому, что я буду тратиться. Свет мы проведём. Нужно будет поставить вот такую вот, как это называть, я не знаю, трубу, которая будет соединять твой гараж с счётчиком, который будет находиться наверху. И мы это всё проведём. А сейчас заходим в гараж, смотрим. Так, не знаю, что видно вам или нет. Вот здесь ворота, дверь. Здесь яма. Причём такая хорошая яма. Это мы всё посмотрим, поставим. Здесь кирпичики, трубы есть, даже зеркало. То есть хлама много. Хлам я ещё ничего здесь не убирал. Хлам будет убираться сейчас. Сейчас хочу навести здесь небольшой порядок. По максимуму всё подмести. Фанерка даже тут стоит. Причём фанерка тут неплохая такая стоит. Её можно будет воспользоваться. Здесь, может быть, шкаф пойдёт на дрова, наверное. Ну, посмотрим это всё. Стены здесь не кирпичные. Стены даже заштукатурены. Стены хорошие. Потолок не течёт. Вентиляция есть погреба. Также есть погребок. Погребок глубокий. Очень вообще прям хороший погреб. Высота, вот, с мой рост. Если снизу стоишь, руку вытягиваешь вверх. И только потом коснёшься потолка. Туда очень нужна большая лестница. Вот лестница стоит. Вот труба уже есть. Здесь хочу поставить печку. Здесь печка будет вот стоять. И здесь будет идти к ней труба. И будет всё прогреваться. Трещинку мы залепим. Так, ну сейчас я бы хотел открыть гараж. Открыть створки ворот. Промазать их. Откроем ворота. Прочистим. И уже будет в гараже светлее. И как станет светлее, то буду оттуда всё вычищать, убирать. Мусор буду уводить вбок. Куда-нибудь уберу и его сложу. Ничего выкидывать особо не буду, потому что буду использовать печку-буржуйку. Буржуйка в ней всё сгорит, всё она съест. Поэтому думаю, выбрасывать вообще будем здесь по минимуму. Возможно, я ничего не буду выбрасывать. Так, ну всё. Смотрим, следим. Буду очищать, всё убирать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...